Память, которая будет жить вместе с потомками. Серпухаичи приняли участие в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы». Главное действие развернулось на участке лесничества под деревней Гумного. Всего за несколько часов жители города посадили порядка 50 тысяч деревьев. К акции присоединилась и моя коллега Ася Климова. Делаем ломку. Так, вставляем. Так, теперь еще одна. Еще одна особенность. Значит, корневая система должна быть вот так вот, понимаете? Вот, ровно. Перед началом акции подробный инструктаж военным не привыкает. Но сегодня они выполняют приказы не командира, а сотрудника лесничества. Курс молодого садовода проходит 100 курсантов военной академии. Сейчас такая экологическая обстановка в мире, что в нашей России, в стране, то, что воздух загрязняется и нужна посадка деревьев для того, чтобы кислород выделялся. Вот. А так? А так это даже полезно, можно сказать, интересно. На другой площадке уже надевают перчатки и выходят на тропу посадок работники предприятий и ресурсоснабжающих организаций. Участок размером в 3 гектара буквально усыпан людьми. Каждый пришел сюда, чтобы посадить свое в Дерево Победы. Лесов все меньше и меньше. Просто меньше становится. А леса – это легкие, наши планеты, нашего города. Поэтому надо как-то восстанавливать. Если лес полностью пропадет на планете, то кислород не будет вырабатываться. Нам жить будет нечем, дышать. Ну, хотя бы одну треть мужских функций уже выполнили. Территорию от Ратинского лесничества возле деревни Ягумного для посадок выбрали не случайно. Четыре года назад жук Краэт Типограф уничтожил здесь десятки тысяч здоровых деревьев. Лес пришлось вырубать. На его восстановление понадобились бы годы. Однако участие в экологическом проекте значительно ускорило процесс. Новые деревья активные жители посадили всего за один день. Для того, чтобы можно было провести нормальное лесовосстановление, на этой площади все, что необходимо было сделать, мы сделали. Убрали весь лес погибший, убрали пробычные остатки, подготовили почву, нарезали борозды. И весной, как самое было приятное время для посадки, решили здесь провести лесовосстановление. Высаживают лес Победы Подыгумного одновременно порядка трех тысяч человек. Количество участников в этом году рекордный. Подвиг наших ветеранов чтут все, от мала до велика. Мы сегодня приехали на акцию Лес Победы, сажать деревья. Погода не подвела, очень солнечно, тепло. Но настроение у нас у всех хорошее, замечательное. Мы сегодня с удовольствием пришли сюда, чтобы посадить свое дерево. И это как раз еще интереснее и значимее, когда это идет в преддверии праздника, такого великого праздника Дня Победы. Для посадки подготовили более 10 тысяч сеянцев сосны. Все как на подбор. Чтобы не повредить молодые деревцы и облегчить работу, используют специальный инструмент. Вместо лопат и грабель участникам акции выдают мечи Колесова. Высаживают деревья с помощью специального инвентаря. Меч Колесова – прототип обычной лопаты, но тяжелее по весу. Однако работать им гораздо проще. С помощью специального удлиненного лезвия делают лунку. И потом без труда сажают сенец. Акция Лес Победы прошла и в самом Серпухове на 30 площадках. Главным местом высадки стал обновленный сквер со львами. Открыл мероприятие. В торжественной обстановке присоединился к посадке деревьев глава города Дмитрий Жариков. Сегодня мы предлагаем высадить крупномеры на территории сквера со львами. Одного из любимых мест от этого жителей. Я уверен, что вместе мы сделаем это место еще краше, как и весь наш город. Высаживают Лес Победы и те, кто в 41-м защищал нашу страну от нападения фашистских захватчиков. Ветеран Великой Отечественной войны Павел Козленков заботливо поливает посаженное только что деревце. В этом барон гуляет каждый день и участие в акции считает своим долгом. Я каждый день, три раза в день, утром прихожу на зарядку сюда. А тем более, я пройдусь по этой аллее и посмотрю на те саженцы, которые мы сегодня посадили. Я буду рад. Сколько буду жить, столько и смотрю. Они вместе со мной будут жить. К ставшей уже традиционной акции в Серпухове присоединились порядка 5000 человек. Общими усилиями жители смогли посадить более 50 тысяч деревьев. Люди уверены, это отличный подарок городу ко дню празднования Великой Победы.